Ученица Самарской школы Лихтылык Раяна Мустафина уже второй год вместе с папой участвует в экологической акции. Вместе с другими детьми и взрослыми она очищает территорию острова Зелененький от мусора. Сажать деревья, ухаживать за природой, убирать мусор, потому что мне здесь очень нравится. Нужно как можно больше стараться делать такие выезды, показывать ценность труда и отношение к окружающему природе. Для того, чтобы можно было в последующем ребенку объяснить, что нужно за собой убирать, нужно поддерживать в чистоте. И организаторы, и взрослые участники экологической акции считают, что любовь к природе, любовь к труду и общению внешколы и соцсетей с другими людьми нужно прививать с раннего возраста. Если брать религиозный аспект, то пророк Мухаммад говорил, что чистота – это половина веры. Поэтому если человек верующий, он должен был чистый во всем. Это и чистота тела, и чистота одежды, и опрятность. Также, чтобы территория вокруг, где ты живешь, где ты находишься, тоже должна быть чистой. Поэтому таким образом мы стараемся приобщить детей к религии, не заставляя их, а вот приучая таким образом. Десант почти 140 школьников и их родителей высадился на остров Зелененький с субботним утром. Подобные выезды региональное духовное управление мусульман и Самарский департамент городского хозяйства и экологии организовывают регулярно. Остров Зелененький – один из островов, где люди приезжают, отдыхают, но, к сожалению, пусть себя оставляет память. Память в виде мусора. За несколько часов с прибрежной полосы участники экологической акции собрали пять кубов мусора. В глубине острова, лесной зоне, высадили порядка 300 саженцев сосен. После завершения уборки всех угостили настоящим татарским пловом, приготовленным в огромном казане. Светлана Тимофеева, Петр Поломеев. События.